всем привет с вами снова лаборатория культуры наверное завершающий в этом году выпуск а с вами снова гульнара гарипова и приглашаю с удовольствием представляю наших гостей сегодня у нас в гостях вера сердечная доктор филологических наук из краснодара привет и алена чубукова художник живописец член молодожны молодежного объединения художника вятского регионального отделения союза художников россии господи зачем ты мне так много прислала и студентка 4 курса вятского художественного училища привет алена здравствуйте а я хочу рассказать и немножечко объяснить почему у нас такой сегодня чудесный состав филолог художница и я собственно дело в том что некоторое время назад у веры сердечной я увидела великолепную лекцию на ее канале который называется синий переплет и вера рассказывала о чудесных каких-то пространственных структурах структурах из поэзии уильяма блэйка то есть вся его космогония раскладывалась очень логично на какие-то на структуру мифологических миров мне это безумно понравилось и я поняла что у меня моментально возникает желание услышав вере на лекцию прямо сделать спектакль с какими-то чудесными пространственными решениями но поскольку для спектакля нужно чуть больше времени и сил я решила что очень хочется визуализировать хотя бы попробовать перевести все это в образы несмотря на то что уильям блэйк как мы знаем благодаря вере опять же как я знаю сам был конечно гравером и художником но а вот всю какую-то его пространственную картину мира он сам не делал то есть у него есть отдельные иллюстрации к его работам и он как раз и предлагает воспринимать свою поэзию вместе с визуальным образом но какой-то вот какой-то вот какого-то целого мира он не оставил я попросила поэтому алену нашу прекрасную попробовать а что-то с этим сделать то есть какие-то пространственные структуры вообще любые образы которые будут рождаться в процессе нашей сегодняшней беседы немножко такой лекционной части может быть веры а попробовать изобразить все это наш великолепный никита кикин спасибо ему огромное нам сейчас устроил поставил кучу техники и большое спасибо никита за это будем будем все это снимать одновременно вот примерно все понятно начинаем я сначала хочу спросить вера у тебя то есть вот как как я прихожу к поэзии у меня очень дурацкий кривой обычно какой-то путь да я вижу какой-то спектакль или слышу какую-то лекцию или нахожу какую-то книжечку меня это захватывает я думаю боже из этого надо делать спектакль и только потом я приду к литературе только потом я приду блэйку как вот в твоем случае и так очень много каких-то было вариантов а мне представляется что правильный путь вот например а как у тебя было это вот то есть хочется спросить то есть юная вера читает стихи романтиков вдруг слышит и видит блэйка и понимает что так этим надо заняться например на участие на филолога потом собственно докторская потом написание нескольких книг то есть это наверное какой-то такой путь который мне представляется если они права и все напридумывала расскажи пожалуйста как ты к этому пришла к блэйку я так понимаю что тоже больше 20 лет занимаешься им да и твоя докторская а ему посвящена и собственно книга книга чудесная она у меня есть но я сегодня не принесла потому что было очень тяжело то есть уильям блэйка в русской культуре да или как находишься в процессе и как-то тебе самому очевидно и кажется что всем очевидно или что все идет всегда так как у тебя как вот ты говорила да меня театр ушиб немножко позже чем блэйк поэтому у меня как раз немножко другой путь я познакомилась с блэйком наверное лет в 19 мне кто-то его показал на книжном развале одна из первых изданий было его издательство питерского северо-запад 93 год там были новые переводы степанова насколько я помню и я такая ну интересно ну непонятно абсолютно потом к нам пришла замечательная преподавательница которая читала нам романтизм к сожалению она уже не с нами наталья всего одну мушкина вот и она читала про блэйка так что я как-то ну в общем я не смогла от него отойти вот именно блэйк стал тем кто постоянно давал мне энергию и загадку вот его стихи я начала читать в оригинале там улучшая свой английский со временем были тем что постоянно давала мне какой-то энергетический заряд я не знаю как это работает но я понимаю что я сейчас звучу очень странно какой-то энергетический коуч возьмемся за руки и почувствуем по театральному то есть тут от академической речи можно отходить и любые какие-то образы которые придут в голову мне кажется можно использовать возьмемся за руки и почувствуем энергию да но для меня было важным со временем как-то это трансформировалось на общение с блэйком да в виде курсовых там диплома кандидат кандидатской докторской и так далее трансформировалась доказательство некоторой истины достаточно простой для меня очевидной но кто-то и оспаривает до сих пор что блэйк в общем хорошая он ценный что у него много разных интересных мыслей что он не является каким-то сектантом да что он не поклонник каких-то темных культов и так далее и так далее что очень часто можно о нем слышать вот и можно сказать что мой путь с блэйком это такой путь какого-то поклонника адвоката да который постоянно занимается тем что доказывает что ты не такой уж плохой автор и в частности идея докторская пришла ко мне постепенно после того как я побывала на конференции в лондоне меня позвали как исследователя блэйка там четырнадцатом году и они говорят очень интересно значит рецепция блэйка в россии ну а я такая как нормальная литература гетка ну какая там рецепция ну вот вы переводили два человека и все и я потом начала исследовать и поняла что это совсем не так из этого собственно и выросла и книга моя и докторская да потому что это было очередным шагом надо в доказании как бы того тезиса что блэйк не такой уж плохой автор его очень много то читали его читал переводил гумилёв например и из-за него одно строку он хотел сделать эпиграфом к своему последнему сборнику который так и не вышел двадцать первом году ну и так далее и так далее то есть это вот какой-то все один путь связан с доказательством простого тезиса да потрясаю твою книгу и действительно такое количество авторов которые в диалог с ним вступали переводили ссылались это просто удивительно хорошо я сейчас аленушка попрошу тебя наверное немного о себе тоже рассказать потому что так получилось что как 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 я нашла алену есть у нас общий друг великолепный дима шваев из галереи прогресса я ему звоню говорю так срочно нужен человек который не боится рисовать на камеру который понимает поэзию и собственно может понять какой-то блэйковский стиль и очень быстро с нами во время программы вот так поэкспериментировать набросать что-то нарисовать и по успеть прочувствовать и передать вот мне дима говорит ну это же алена алена классная вот увидишь и мы таким образом познакомились и сейчас алена расскажи тоже немножечко про себя а и про блэйка что-то подумала почувствовала когда к этой теме немножко обратилась алена уже прочитала биографию и сделала свое мини исследование небольшое спойлер расскажи пожалуйста про себя так сейчас я расскажу про себя только смотреть чуть-чуть в камеру вот туда я даже развернусь немного а микрофон не отвалится все никита ушел сейчас все очень опасно стало резко так ну скажу что мне конечно не страшно рисовать на камеру страшно страшно но собственно по поводу вильяма блэйка я вообще про всю эту тему узнала вот буквально на днях сначала посмотрела лекцию тоже вот веры посмотрела лекцию сначала ничего не поэтому посмотрела второй раз уже что-то там все начало промеркнуть почитала биографию покопалась в интернете даже разобралась в этой теме ну не то что прямо разобралась люди целой работы пишут по этому поводу так что не разобралась но копнула уже копнула думаю сегодняшняя наша встреча для меня тоже не пройдет просто так так сказать у стакане все свои имя ну и думаю вам приятно видеть новости промышления визуальные нам будет как минимум интересно действительно вот если ты можешь рассказать какой технике будешь работать тоже выбрала какие-то материалы то есть на что это похоже похоже ли это на ту графику как правильно у блэйка была графика все таки он был гравер насколько это с ним диалогизируется или у тебя совсем какая-то отдельная своя будет история художественно ну все мы знаем да кто читал биографии вильяма блэйка да все мы знаем что он был гравером то есть соответственно больше его душа лежала в плане изобразительного искусства к точной такой графике то есть какое-то время он даже вдохновлялся работами металланджело работами дюрера но так как я живописец я решила все это совместить так как у нас не так много времени но при этом мне очень хотелось так сказать использовать графические именно материалы чтобы хоть как-то приблизиться так сказать главному герою прошу прощения главному герою нашей сегодняшней встречи я наверное делаю что надо было сделать раньше дорогая спасибо чтобы чуть-чуть к нему приблизиться я взяла сегодня тушь перо немного кисть немного соуса все это графические материалы но при этом конечно в условиях реальные времени у нас не получится прямо очень придерживаться то есть который был сам блэйк а он тоже был художником но мы попробуем совместить технику аля прима и графику уже все очень загадочно звучит да спасибо большое алена ну что вера тогда я подошу тебя так вот каратенечко мини лекцию на половину академических часа но на самом деле не хочется действительно какой-то лекционный формат переходить но расскажи все-таки на пожалуйста кто такой блэйк так как именно вот эта специфика его его космогония его видение мира это же прям такая твоя очень кропотливая работа я так понимаю из разных его произведений просто выбрала вот именно этот аспект да и свои лекции опять же рассказываешь последовательно как формировался мир в его представлении и я попрошу наверное тебя нас во все это погрузить и по ходу я может чуть перебивать махать рукой а можно а можно вопрос а можно вопрос и может быть как-то комментировать хорошо да да я только за я страшно люблю взаимодействие я не люблю говорить монологически на самом деле меня это наоборот смущает я буду рада любым вопросам и убивай пожалуйста хорошо для меня это не неуважение просто знак какой-то заинтересованности диалога понимаешь вот с одной стороны да я ставлю себе задачу как любой нормальный литературовец что-то каталогизировать стурировать и вывести окончательное как бы окончательное спокойствие космоса из того чем я занимаюсь да окончательную распределенность но такой автор что с ним не так уж это просто то есть он сам не совсем делает свой космос завершенным можно сказать что он в чем-то оставляет какой-то намеренный хаос поэтому все схемы о которых я могу говорить да или которые там я потом покажу немножко картина который он одну схему нам оставил я потом я покажу и прокомментирую да он в основном писал образы но одну схему тоже нарисовал это все-таки схемы немножко умозрительные да и отчасти как любые схемы чуть-чуть излишне упрощающие можно так сказать поэтому задача по структурированию космологии блэйка космогонии там космология не суть важно эта задача отчасти очень интересная с другой стороны мало выполнимая в полном объеме поэтому я не претендую на то чтобы сказать последнее вот так как бы просто рассказывает как как это на мой взгляд строить и потому что мне очень интересно в какой-то момент стала логика построения фантастических миров и блэйк тут был одним из первых блэйк да он гравер художник и поэт конца 18 начало 19 века творческий одиночка живший всю жизнь в лондоне на три года он уехал там в сельскую местность потом вернулся и он интересен тем что он вообще не общался практически со своими современниками поэтами то есть была какая-то тусовка романтическая в англии того времени он в нее не входил и кое-кто из них читал стихи блэйка там колридж ворсфорд чуть-чуть саути и все говорили ну хороший автор но кажется он сумасшедший он никак никак не монтировался с этим временем он рано начал делать свои книжки именно потому что он был гравер да у него было в руках мастерство да ремесло что он мог делать руками и он издав свой первый сборник такой видимо сказал да я сейчас буду воспроизводить как говорил блэйк зачем же мне это надо зачем делать так дорого если я могу сам себе награвировать он стал делать сам свои самодельные книжечки не помню к чему это рассказывала к тому что к тому что он довольно довольно таки был отстранен от контекста да и он не надеялся на какой-то коммерческий успех то есть он хотел его конечно он к нему никак не мог выйти вот и в свое время эти книжки продавали за бесценных сейчас они их осталось не очень много и они стоят какие-то космических денег например осталось 45 насколько я помню экземпляров его песен невинности опыта самого продаваемого сборника который в общем узнают более-менее все читатели ну все кто знают его имя знают что у него есть стихи агнец и тигр например вот они откуда из этого сборника и но это стоит стоит каких-то катастрофических денег сейчас я даже не назову суммы да суммы все время меняются но там это там я не знаю тысячи фунтов да если не миллион ну думаю что тысяч десятки тысяч фунтов так вот и вот этот автор интересным образом сочетал в себе и какую-то компетенцию художническую и поэтическую и в то же время какую-то такую ну метафизическую что ли да он все время пытался собрать те мифологии которые он знает и заключить их в рамку своей как бы поэтической философии в частности такими кирпичиками для построения стала конечно библия он очень хорошо знал ветхий завет и старался ему подражать в частности какие-то видимо учения окружающих его сект до сих пор неизвестно кем он был по вероисповеданию как бы точно вот но он явно не был не англиканином как бы таким правоверным да не уж католиком естественно он не мог быть вот там есть предположение некоторое о том в какие секты он ходил но это все не совсем как бы достоверно вот и он пытался в своих стихах выстроить историю человечества в общем с одной стороны если говорить об истории до хронологическом измерении с одной стороны по лекалу библии то есть у нас есть творение и у нас есть конец да то есть страшный суд и так далее обновление все это новое небо и новая земля а с другой стороны он стремился во-первых отразить это как судьбу одного человека что сотворение есть какая-то грань судьбе человека и окончательное вот это разрушение есть его пробуждение вот так вот он пытался наложить эту схему как бы хронологическую да на жизнь каждого вот примерно так понимаю что уже звучит странно но пускай будет вот и давай я тебя слушаю не 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 я как раз когда вот слушал твою лекцию я помню что это рефри она проходит через все его творчество да то есть какие-то события происходящие процессе сотворения мира они параллельно проходят в душе условно каждого человека да то есть вот это потом позднейшая мысль что там филогенез повторяет онтогенез и вот эти вот все стадии которые проходят там условно зародыша прошло все человечество это классная мысль вот это просто комментарии это не вопрос спасибо да вот и кроме того для него было важно наложить все это вот эту всю историю на историю англии вот великобритании то есть он каким-то образом осмыслал историю своей страны как вот что-то принципиально важное но тут нужно сказать что блэйк был сторонником чьей-то теории сейчас просто не вспомню чьей о том что англичане это одно из потерян колен израилевых и что когда-то они давно заселили англию да и в общем они имеют прямое отношение к ветхому завету по большому счету да то есть это вот один из избранных народов можно сказать что блэйк работал с этой мифологии не слишком открыто но тем не менее значит что у него происходит и как построен мир изначально мир беспределен абсолютно то есть он является царством духа там нет никаких как бы разграничений и предела вплоть до того что там нет разграничения на материю и дух да ну то есть это нечто единое там нет разграничения на мужской женский гендер скажем да там нет разграничений вообще никаких границ то есть это какое-то такое нечто нерасчлено прекрасное вот не хаотическое да по крайней мере он об этом не говорит а нечто изначально целостно, цельное. Я даже не знаю, как сказать. И вот тут я, наверное, процитирую его к одной из поэм, которая меня к нему сотними привела. Бракосочетание рай и ада. Отступлю. Я сегодня цитирую поэмы из этой книжечки и из некоторых других. В переводе Дмитрия Смирнова. Есть такой замечательный, был такой замечательный композитор и переводчик. Жил он в Пригороде Лонны на последние лет 30. Умер во времена ковида. И он был единственным, кто перевел, в общем, всего Глэйка на русский язык. Не переведенный и не изданная осталась одна его поэма. Он занимался этим, не знаю, какое-то потрясающее количество лет в 70-х годах. И издавал несколько томов вот этих сереньких книжечек. Он издал просто за свой счет, как print on demand. Я их там откуда-то заказывала. На Амазоне, в общем, можно увидеть. Это такой раритет на его издании. А две книги серьезные он издал уже у нас в России. Это Блэйк и... Ой, Мильтон и Иерусалим. Две большие поэмы Блэйка в издательстве Магреб. Не суть важна. В общем, большая часть в России не издана того, что он делал. И я буду цитировать его в переводе. Знаменитая фраза «Если распахнует дверь восприятие, мир перестанет перед человеком таким, каким он есть, бесконечным». Вот. То есть бесконечность мира определяется его природой. А то, что мы видим его ограниченным, да, определяется природой нашего восприятия, которое несовершенны. Да, и вот эти вот двери, наверное, тоже я... Мне кажется, я уже много раз это говорила, но я люблю это повторять, что они стали источником, в частности, названия группы Doors. Doors, вот как раз вот куда Борисон это взял. То есть те самые двери, которые нужно открыть, чтобы увидеть все таким, какой он и есть, бесконечным. Что же происходит потом? Для Блейка, в общем, мир определяется как некий прачеловек. Он называет его Альбион. Да, Альбион, мы знаем, что это прозвание Британии, и одновременно это какой-то вот все-человек, да, вот существующий, я не знаю, воплощающий в себе человечество. В какой-то момент он ложится на некоторый утёс и засыпает там. С ним происходит неправильное засыпание. Я понимаю, что это сейчас говорю совсем неакадемично, но это какая-то, я не знаю, литургия, да, какое-то впадение в бессмысленный сон, когда человек забывает себя. И в этот момент в нём выделяются четыре части, Блейк говорит о четырёх как бы субличностях, условно говоря, но это не совсем субличности, да, это какие-то там, не знаю, параллель может быть каким-то темпераментом, да, или каким-нибудь, не знаю, стихиям, которые составляют только не мир, а человека, да, они по-разному там у него называются, то есть есть разум, да, которого зовут урезин, есть творческая мощь, которая зовут лосс и так далее, и так далее. Я не буду сейчас сильно их перечислять, углубляться, да, каталогизировать не будем. И они между собой ссорятся. Можно сразу уточню, по-моему, где-то ты говорила, что вот эти вот четыре его части, эти четыре эманации, они как-то и пространственно тоже распределены были, то есть условно север, там север, не помню уже точно цитату, но всё затвердевал и затвердевал. Это вот не было связано с вот этими персонажами, то есть разделение север-юг-запад-посток, или я что-то напомню? Да-да-да, оно связано, Блейк всё время пытался, он такой был, видишь, на переломе эпох как бы средневековой отчасти, да, то есть у него много такой, таких попыток провести однозначные соответствия, ну, я имею в виду, как в традиционной, например, там, алхимии, например, женщина – это ртуть, да, и также ещё что-то, ещё что-то, ещё что-то, соответствия такого типа, да, символические. Вот Блейк тоже пытался это сделать, для него эти четыре существа, конечно же, и четыре направления, да, я чуть-чуть позже зачитаю, а сейчас, может быть, кстати говоря, я покажу картинку, уже пора, уже можно? Вот, которая... Если ты освоила эти кнопочки и помнишь, я уже забыла, как это включать. Я надеюсь, да, я надеюсь, сейчас мы попробуем, просто хочу показать, вот я говорила, что есть единственная у Блейка схема, да, я сейчас хочу её показать, эту схему, так, сейчас, секундочку, видно, да, это ещё не она, сейчас я перелистаю, что не вначале, да, много красивых картинок, мы потом к ним вернёмся, если у нас будет возможность, время, я имею в виду, вообще желание, так, господи, куда у меня делась схема, я всё пролистала сейчас, секунду, я похвасталась, вот, вот эта схема, смотрите, вот, значит, как раз-таки это, так сказать, мировое яйцо, да, которое является одновременно индивидуальностью и, ну, миром, да, то есть Альбион, который воплощает в себе мир, в общем, мир человечества, потому что для Блейка важнее всего, конечно, как бы человеческая составляющая, да, неприродная, и вот четыре части, которые от него отделяются, да, Люва, можно увидеть немножко, он написал, да, Тармос, Урезин и Уртона, да, а в серединочке там ещё Адам и Сатана, вот, я даже сейчас не буду в этом курить, да, это очень сложная, интересная штука, но вот, пожалуй, это единственная схема, которую Блейк нарисовал, пытаясь прокомментировать свой мир, да, я сейчас ещё, так что выключу презентацию, или пускай она, пускай она немножко повисит, я сейчас ещё немножко скажу о главной проблеме, да, которую Блейк видит, и с помощью которой он как бы строит тоже своё пространство, а проблема вот какая, когда эти четыре начала разделяются, они начинают как бы уже работать не во взаимодействии, не в гармонии, перетягивать идеяло, каждый на себя, да, и каждый пытается построить свой мир, и мир у каждого из них становится несовершенным, тому, что, ну, как бы, одностороннее строительство недостаточно, скажем так, и Блейк говорит о том, что они каким-то образом передают там, в общем, пытаются бороться за власть, самым страшным из них становится Уризин, Уризин – это разум, да, то есть Блейк, в общем, конечно, как бы ранний романтик, он протестует против засилия разума, который есть там в просвещении, да, в более ранней эпохе, и он говорит о том, что этот разум очень сильно сковывает человека, сейчас я покажу знаменитую картинку, обозначающую вот этого демиурга, который строит мир разумно, вот он, демиург с циркулем, да, ньютоновский, локковский, вот его и Блейк страшно не любит, и говорит о том, что именно, как бы, правление вот этого демиурга страшного, да, ну, не страшного, скажем так, излишне разумного, да, привело к тому, что наш мир так сильно материально застроен, потому что разуму хочется понятное, материя понятна, материя четкая, с ней все ясно, вот, и Блейк описывает, как под предводительством вот этого демиурга, не очень, как бы, благополучного, да, не очень правильного, не очень гармоничного, как мир становится застывшим, да, как он лишается той прекрасной неопределенности, о которой мы говорили в начале, да, и как он буквально, как бы, огрубляется, застывает, материализуется, Блейк, например, использует такую чудесную фразу, то есть это такая раковина или оболочка, скорлупа, которая обволакивает наш мир, собственно, для того, чтобы мир тоже не был открыт к прекрасной бесконечности. Так, ты подаешь какие-то знаки, Гульнара, да? Это я не тебе, нет, у нас тут. Окей. Вот еще картинка, тоже показывает нам, показывает нам, в общем, того же Уризина, смотрите, это такой образ с бородой, да, конечно, напоминающий нам ветхозаветного творца, вот, Блейк находится в некотором диалоге с ветхозаветным этим дискурсом, да, говоря о том, что Бог, который постоянно наказывает в ветхом завете, да, который довольно жестко поступает с нарушителями запретов, по всей видимости, ну, как бы он в большей или меньшей мире соотносит с Демиургом, которого сам придумал, да, то есть это несколько параллельные истории. Вот, вот этот Демиург, поклоняющийся темному солнцу, ну, я думаю, что пока презентации хватит, сделаем паузу, что еще происходит, как бы в этот момент, да, когда мир твердеет, что для Блейка является грехопадением, потому что для него это важный концепт, он его понимает не так, как мы его привыкли понимать, в некотором усредненном виде, у него есть, конечно, авторская трактовка, он говорит о том, что само творение плоти человеческой, потому что, повторюсь, человек находится в середине его космологии, да, это и есть грехопадение, по большому счету, потому что человек разделяется на две части, потому что человек становится очень определяем своим внешним, и в то же время он это внешнее пытается все время отвергнуть, да, говоря о том, что материальное не так важно, что телесное не так важно, и так далее, и так далее. для Блейка становление материальности человеческой, ну и космической тоже, для него это единый процесс, да, является как раз таки тем грехопадением, которое в финале должно быть исправлено, в финале всей этой огромной истории. да, да, слушай, помнила, ты сейчас говоришь, и я не смогу точно сформулировать, но помню, что у Генемина была какая-то очень похожая мысль, вот, в преодолении этой дурной бесконечности материальности, у него прямо что-то было на эту тему, и вот как раз Адрадок, если помнишь, из Кавки, вот этот персонаж, очень странный, клочок ниток, такой, разорванный, и он как раз, это как раз был такой персонаж, преодолевший вот эту постоянную спираль материальности, то есть каким-то образом он вышел из этого круга, я сейчас вспомнила и очаровалась с каким-то параллелем, простите, это основа был, не вопрос. Это очень важно и интересно, потому что я говорю, я люблю быть в диалоге, мне кажется, что тут, конечно, есть параллели со всякими выходами там, из колеса Сансары, и так далее, и так далее, вот, но, насколько я знаю, Блейд не был, с этим непосредственно знаком, может быть, через какие-то посреднические источники, есть большая традиция исследования его связи с европейской мистической традицией, с Вейдингом, Беме, он, конечно, их читал, и, конечно, у них тоже есть какие-то восточные влияния, но в целом, конечно, он представляет собой такой авторский мир у него, который, ну, скажем так, в моем опыте подобного мира нет, то есть мне кажется, что он все-таки очень авторский. Я прочитаю сейчас кусочек, где, говорится, это из песни, сейчас, первая книга Уризина, Уризина вот этого самого борца. Я не сталкивалась с чем-то подобным. Ты немножко подвисаешь. Мы оба немножко подвисли, оба по очереди. Сейчас слышно нормально? Сейчас хорошо. Ага, хорошо. Ну, там, смотрите, что с этим делать. Книга, первая книга Уризина, как раз там довольно красноречиво, Блейк говорит о том, каким образом он видит одновременное создание материального человека, его как бы затвердение, закостенение, и такое же закостенение мира, потому что Блейк, в каком-то смысле, солипсист, конечно, и в каком-то смысле он говорит, что мир определяем в нашем восприятии, то есть мы чувствуем себя людьми из плоти и крови, и мир для нас такой же плотный, материальный, и так далее, и так далее. Значит, тоже в переводе Дмитрия Смирнова, я читаю. Бесформенный абстрактный страх был скрыт под каменной кровлей, и первый век прошел, и царство было вечной скорби. Тут некоторая параллель, конечно, к книге Бытия у нас возникает, первый век, первый день творения. Пылающий, охваченный испугом, красный шар тонул в кучине, трепеща, сжимаясь, задыхаясь, и век второй прошел, и царство было вечной скорби. То есть этот шар, как я понимаю, говорится о том, что это сердце, которое будет потом как бы центром человека, но в то же время Блейк выводит это потом и на понятие планет, для него планеты, тоже красные летающие шары, то есть как-то одновременно происходит космогония и антропогония. В два шара обратившись, кроясь в маленьких пещерах, глаза узрели без дну, кости твердые закоченели, и третий век прошел, и царство было вечной скорби. То есть глаза тоже как бы застывают да в орбитах, в этих маленьких щелочках, перестают быть открытыми к пространству. И в стороне от глаз недалеко два слуховых отростка выросли из мрака и окаменели. Четвертый век прошел, и царство было вечной скорби. И ноздри, реявшие на ветру, вросли глубоко. Вот для меня это какой-то очень трогательный символ, реявшие на ветру ноздри. И пятый век прошел, и царство было вечной скорби. В мучениях страшной голода и жажды пламенел язык, и век шестой прошел, и царство было вечной скорби. Дрожа снаружи и внутри, от гнева и от горя задыхаясь, одну длань к северу он протянул, другую к югу, ногами упираясь за предельную пучину, и век седьмой прошел, и царство было вечной скорби. То есть такое как бы антиблагое творение, связанное именно с тем, что это творение материально. А когда мы опираемся на материальное, мы забываем о духовном, ну, вернее, проблема даже в том, что мы занимаемся дихотомией, в том, что мы это начинаем разделять и оценивать, что из этого хорошо, что из этого плохо. Блейку это совсем не нравится. Вот. Это то, что касается сотворения человека и мира одновременного. А дальше, что уже Блейк рассказывает про свою магическую географию. Он действительно говорит, что мир отделен от как бы прекрасного бесконечного вот этой кожурой, да, с корлубой, не знаю, там раковиной, да, шелл по-разному может читаться. И под этой раковиной происходит разное, да. То есть Блейк, с одной стороны, говорит, что существует Лондон духа, да, существует Иерусалим, его актуальная география нескольких городов. А с другой стороны, он говорит, что мир все равно остается четырехуровневым. Вот. Для него есть четыре уровня мира и верхний уровень это Эдем, ну Эден по-английски пишется, да, то есть это состояние абсолютной свободы, радости, где как раз нет этих разграничений, да, то есть это некоторое, видимо, уровень мира, который не попал под Демиурга, оказался где-то в стороне. Вот. И по нисходящей есть уровень Беулы, это сладостное царство любовников, уровень Generation, где в основном мы живем, это порождение, да, то есть состояние постоянно вот как раз-таки колеса, да, умер, родился, умер, родился, и так далее, и так далее. И, наконец, уровень Ульро, это уровень постоянной духовной войны, где все являются врагами друг к другу. Вот. И Блейк, своих персонажей, у него много, значит, героев, титанов, дети этого Альбиона, там его эманация, сейчас я немножко тоже расскажу, что это, мне все время кажется, что я разговариваю сама с собой, но ничего. Нет, нет, я тебя слушаю, и это ужасно интересно, и Алена тоже слушает. Если тебе есть тоже как-то прокомментировать рисунком с тем, что ты делаешь, ты видишь это, помаши рукой. я в целом слушаю, я это все застыковываю сейчас в голове с тем, что я прочитала. Вот за то время, когда я готовилась, у меня как-то все немножечко меняется, немножечко в единую картину стоит, где-то я думаю, такая, ага, тут, значит, я правильно поняла, какая молодец, в одном единственном месте, ну ладно. Но это все в духе-бойке, у него уже тоже все незавершенное, незаконченное, несмотря на то, что мы пытаемся как-то структурировать у него все это в динамике, ну, насколько я поняла. Да, Вера? Да, да, абсолютно. Он даже делает, например, у него там есть списки, скажем, детей этого Альбиона или там Лоса, да, и они не равнозначны друг другу в разных поэмах. То есть он специально оставляет некоторый гэп, вариативная мифология, как это было у древних. Нет, я совсем не хотела никого упрекать. У меня просто иногда, когда я говорю о каких-то таких темах, в которые я погружена, у меня иногда ощущение, что я только, как это сказать, что я занимаюсь какой-то автокоммуникацией, может быть, не в плохом смысле, но я боюсь быть непонятной. Вот у меня и до ощущения, что я просто занимаюсь бредом каким-то. Я просто иногда хочу это чекнуть в процессе. Это потрясающе интересно. Я вот тоже, я не знаю, как Алена, но я вот слышу то, что ты рассказываешь, то есть какие-то структуры, уровни, и пытаешься дорисовать все это у себя в голове, пытаешься все это соотнести с текстами, и это многослойная, многоуровневая какая-то, какой-то свой космос в голове появляется, и это прям фантастическое ощущение на уровне спектакля. То есть это не то, что ты просто рассказываешь, что ты пересказываешь, это параллельно идет очень-очень много каких-то классных процессов. Я почему, тут летают какие-то мошки. Мы сидим, пишемся в оранжере, и очень странно, на улице минус 15, а тут что-то, я странно сижу, машу руками, выгляжу очень странно. Вот, и как раз, ну, я как раз тут самый, и Алена, думаю, тоже благодарный слушатель, который, готов бесконечно слушать и комментировать, и ты иногда говоришь, что вот это пропущу, это слишком подробно, но наоборот, как раз хочется чуть-чуть подробнее, да, с этими именами, поэтому не сдерживай себя, если тебе хочется как-то на чем-то более подробно остановиться. Окей, я сейчас тогда остановлюсь, знаете, на чем еще покажу пару картинок, мне кажется, в этом есть смысл тоже, на том, каким образом, мне кажется, что вот Блейк это делает уникально, да, как он связывает материальное и, вернее так, физиологическое и духовное. Вот, кстати говоря, эта картинка, да, она посерединке у нас сидит, видите, такой бородатый человек, да, и он как раз является, ну, которого душит молодой человек, стоящий к нам спиной, видно, да, вот, и вот этот бородатый человек посередине, он как раз является тем самым демиургом, да, не очень хорошим, который делает не очень правильно, и в руках у него, я думаю, что можно опознать скрижали, да, то есть как раз каменные скрижали, как раз вот этот каменный закон для Блейка, конечно, является воплощением того, что, ну, не совсем правильно, да, ведет человечество не совсем в нужную сторону, а этот молодой, воспламеняющийся пророк, тоже такая вот постоянная фигура у Блейка, да, то есть у него довольно много сюжетов, связанных с обращением, вот этим, когда юность революционная, свергает старость, но потом, правда, тоже иногда эта революционная юность может уйти в тот же цикл, да, как это происходит там, не знаю, во многих мифологиях, да, когда Кронос свергает Урана и так далее, и так далее, вот, и вот здесь, на этой картинке можно увидеть как раз-таки разделение по уровням человека, то есть вот эти вот существа, тут их, правда, три, а не четыре, но Блейк тоже не обязан всех разом рисовать, да, они тоже представляют собой не ангела и демона, как это иногда говорят, да, а все-таки разные стороны человеческой сущности, потому что мы видим, что по темным человекам есть луна и звезды, да, а у светлого в руках как раз-таки и циркуль, а циркуль для Блейка, конечно, знак не творчества, да, а некоторое измерение, там, сухости, схоластики и так далее, и так далее, вот, и картинки, вот картинка, которая хорошо показывает то, что я читала, то есть становление одновременно человека и космоса, да, то есть такой вот как бы физиологически, духовно-материальный, я не знаю, процесс, мне кажется, что Блейка старался, он как-то это видел, да, и он так это старался передать в стихах, как, в общем, никто это больше не делал, то есть он ощущал космологию как физиологический процесс, вот для меня это потрясающая штука, и мне кажется, она еще не до, недосмысленно как будто, вот, и что-то подобное, вот здесь тоже, человек просто прикован цепью, да, но есть ощущение, что это какая-то часть его, красно-желтая цепь, которая свешивается с мужского тела, да, вот как кишки какие-то, да, что-то такое. По цвету, да, по линиям, это очень похоже как раз на продолжение его тела, если бы ты не сказала, что это цепь, я бы очень долго смотрела и пыталась понять, что это за часть тела. Ну вот интересно, говорю, для меня, мне кажется, что для него это какая-то единая история, да, про физиологическое, вот тут тоже, да, физиологическое и космологическое, да, какой-то титан, что-то из него тянут эти прекрасные девы, по-моему, это они ткут, в том числе человеческие тела, в общем, есть определенная генерация дев-титанов, которые ткут человеческие тела, у них есть ткальни, на этих ткальнях они вот постоянно сделали бизнес, у них такая бизнес, где они эти тела откут, потом из этих, ну, в эти тела влетают души и так далее, и так далее, и вот эти девы с этими тканями, с этими нитями, да, здесь изображены, вот, и тоже, тоже. Потрясающе, говорю, я не видела той иллюстрации и про качество тела, тоже здорово, да, дело в том, что визуальная часть Блэйка вообще до России как-то очень плохо доходила всегда, его довольно рано стали переводить, ну, там, Маршак, там, в основном, да, Бальмонт еще, Бальмонт, чуть-чуть попереводили в начале 20 века, потом он долго был, ты читала мою книжку, знаешь, позабыт, позаброшен, а вот то, что касается визуальной части, к нам вообще доходит очень плохо, в 11-12 году прошла в Гмеи Пушкина выставка Блэйка, я там была, но там что-то было, но вот это, это не его отдельные работы, например, живописные, которые привозят, это страницы просто из его книг награвированных, из его больших пророчеств, и они вот до нас практически не дошли, то есть они у нас не изданы на русском, в смысле, с картинками не изданы, да, есть по одному переводу, и вот каких-то фоксимильных этих изданий, да, очень, да, то есть можно только исследователю ходить, искать, это есть большой красивый сайт, кстати говоря, BlakeArchiv.org, на котором вот это все можно поискать и посмотреть, я, собственно, оттуда тоже эти картинки я всегда и беру, вот, чтобы представить себе, насколько напряженно работает поэтическое воображение, то есть когда ты себе представляешь Блэйка как такого автора, двуединого, да, одновременно и поэта, и художника, тебе становится, что понятнее про эвазию, тоже вот та энергия, о которой я говорила, да, она, мне кажется, брыжет здесь, в его произведении, это мы уже смотрели, это мы уже смотрели, окей, ну вот, кстати говоря, один из уровней мира, я сейчас вернусь к описанию, да, этого мира, но это, скорее всего, уровень Беулы, уровень счастливых влюбленных, почему уровень счастливых влюбленных Блэйк не считает самым высоким, да, я говорила, что это предпоследний, в том числе потому, что там существует разделение на пол, да, мужской и женский, потому что человек свободнее всего этого, да, и все равно разделение на пол является следствием нашей материальности, да, следствием, я не знаю, там причина, не судьба, что-то, но в любом случае, смысл в том, что, как бы, это не совсем правильно, да, это не совсем естественное состояние человека, быть как-то определенным в этом, в этом смысле. Я не буду ничего комментировать, да, сейчас, просто это назвала, иду дальше. Вот, я бы хотела еще немножко прочитать из Блэйка, если можно, да, аппаратировать, потому что мне иногда кажется, что мой пересказ все-таки немножко обедняет то, что происходит, хотя я понимаю, что чтение может быть наоборот слишком сложным, но если ты говоришь, что этого не надо бояться, то я постараюсь этого не бояться. Окей, еще буквально пару слов о том, что происходит в этом, как бы, универсуме, да, пока этот альбион спит, и его же надо как-то разбудить, да, каким-то образом должно произойти пробление, которое является страшным судом, после которого вообще все будет хорошо. Кто этим занимается? Этим занимается один из его субличностей, да, его зовут Лос, скорее всего, это анаграмма латинского солнца, да, это, как бы, творческий такой пророк, отчасти поэт, но в то же время и кузнец, вот у Блейк Атак, такой немножко дефест, который вместе со своей эманацией, то есть как бы с женской половиной своей сущности, у Блейк Атак, у каждого мужского титана есть эманация, еще у него бывает призрак, вот, но мы сейчас даже не будем в это углубляться, хорошо, призрак это как бы теневая, короче говоря, это тень, условно говоря, по Юнгу, по Юнгу очень любят Блейк Атаку. По Юнгу, да, 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 как раз хотела сказать, задолго до Юнга разделил. Абсолютно, да, абсолютно, да, то есть он говорил о четырех частях, иногда о трех вот этой человеческой сущности, да, это как бы сам там титан, существо, да, его женская эманация, то есть анима, я так понимаю, если Бродюнга, ну и спектр, она же тень, вот, и вот этот лоз вместе с эманацией, они занимаются исправлением мира, они занимаются творчеством, они занимаются наставлением людей в этом падшем мире, да, для того, чтобы люди все-таки как-то пытались выбраться за его пределы, переосмысливали этот мир и так далее, и так далее, и они строят в серединке вот этой вселенной, да, этого плоского мироздания, закрытого, так сказать, скорлупой от вечности, да, строят в серединке творческий город, который называется Голгануза, или Голгануза, ну в разных переводах, мне кажется, Голгануза больше похожа на Блейка, не очень с буквой С, не знаю, так иногда переводят, и вот я, значит, сейчас почитаю кое-что, что проиллюстрирует достаточную сложность мира Блейка, и он тут как раз говорит об этих условно-географических вещах, да, метафизико-географических, но не очень просто тоже, это поэма «Иерусалим», она издана на русском языке, один раз, вот такой толстой книжки, это не билингва, билингва там не помещается, только на русском, то есть английским было бы в два раза толще, как и потомство Лоса, потомство Лоса, то есть этого поэта-кузнеца, который работает на исправление мира, град великий Голгануза, четырехсложен и четырехкратно обращен на север, юг, восток и запад, каждая из четырех его частей, одна внутри другой, выходит к четырем мирам, один из них Эдем, другой мир порождения, Беула, третий и четвертый Ульро, то пространство колес ужасных сыновей гиганта, альбиона. Скажите, где нужно пояснить? Каждое слово, да. Вот, ну как раз тут говорится о том, что есть этот центральный город, что он выходит четырьмя сторонами и что есть вот эти четыре уровня, то есть этот город существует на четырех уровнях, вы представляете сразу многомерную систему какую-то. Что такое эти гигантские колеса? В общем, Блейк, опять же, как человек ранее романтический, считал, что колеса мельниц, мельницы называл меня колесами сатаны в том числе, то есть считал, что весь этот ваш научно-технический прогресс ведет только к закрепощению нас в материальном, это все не нужно. Пролудит. Пролудит. В какой-то степени. А что он противопоставляет этим колесам? Он противопоставляет, насколько я помню, у пророка Исаии есть там такое существо, которое говорится о колесах, обращающихся, огненных колесах, обращающихся внутри себя чудесным образом. И вот эти колеса правильные. Это колеса божественного гнева, вдохновения, не суть важна чего. В общем, Блейк противопоставляет правильные колеса, огненные, вращающиеся внутри себя, неправильные. Понимаете? Потрясающе просто. Здорово. Я страшно люблю в нем разбираться. Мне кажется, что он как бы не то, что мало кому интересен, но просто для того, чтобы его погрузиться, для этого нужно действительно какое-то время и желание. Но мне это дает энергию, правда. То есть для меня это какая-то ресурсная история. Далее. Помним, что четыре части, все выходят к разным уровням мира, но выход на ЭД на время реставрации закрыт стеною. Хотя в нем все прекрасно, и строение, и украшение. Какая-то актуальная история. Выход на ЭД закрыт стеною. У нас вот весь город в какой-то стройке. В Великой Вечности видны четыре точки. Запад, юг, север и восток. А в них предел, зенит, надир и центр недостижимый. То есть четыре стороны мира, по которым мы привыкли судить, и четыре, как я понимаю, уровня неба, небесных каких-то уровней. Предел, зенит, надир. Это относится, насколько я помню, к солнечному положению, и центр недостижимый. Все они четыре лика тех четырех всечеловеческих миров, что в каждом человеке живут. Их языки зрел у реки Хава. Вот прямая аллюзия идет к библейскому пророку. И как раз эти четыре существа, которые потом иногда говорят о том, что они отражаются в евангелистах. Глаза на южной стороне, и ноздри на восточной, и язык на западе, и слух на севере у них. Опять он раскладывает географически как бы и чувства в том числе. То есть постоянно пытается простроить эту, мне кажется, непростраиваемую систему, но он, честно, пытается все время это сделать. На северных вратах стоят быков четыре из воянья. Стальных четыре на стальных вратах, ведущих в порождение, быки из глины и земли и эмали на вратах, ведущих вулера, пылая вечно, как четыре печи и с немыслимой вращая силой колеса альбионовых сынов. Здесь мы опять обращаемся к колесам. Ну и так далее, и так далее. В общем, разные быки стоят на разных воротах. Понятно, что эта голгануза это такая тоже аллюзия к тому небесному Иерусалиму, который явится Иоанну в Откровении. Только это, конечно, не небесный, а земной град, который пытается жить по этим законам. Тоже, условно говоря, Блейк иногда цитирует Платона, то есть он знаком с мифом о пещере и более или менее, как я понимаю, с миром идей. И у него, конечно, есть идея небесного Иерусалима и воплощение ее в этом городе-голганузе. Вот. Мне кажется, что я достаточно вас уже напугала. Нет, я очаровала. Еще чуть-чуть. Значит, врата на западе закрыты. Помним, что это врата Абэдэ, которые на реконструкции. Интересно, что у Блейка, как, например, Толкина потом, как у Платона с его Атлантидой, Эдем находится на западе. Если мы пытаемся его разложить, то есть он все равно не на востоке, а на западе находится. Это очень интересно. Знаешь? Не знаю, это интересно. Но я думаю, что он в традиции. То есть я не знаю, как это обсуждается. Но, возможно, не знаю, приходит мне в голову Толкин, у него Валенор находится на западе, а с востока идет все плохое. А, понятно. У Блейка как будто не совсем так, да, как будто не совсем так у Блейка, но там просто традиция. Атлантида тоже была на западе, насколько я помню, которая потонула. У Платона я имею в виду. Не помню. Не знаю, надо подумать. Да, надо посмотреть. Я тоже, как бы сейчас поговорила с тобой, уже не уверена. Но это так. У Блейка, значит, это все на западе. Охраняют их живые стражи четыре хирургима плод усердного труда стихии. Они охраняют, чтобы люди не вошли в Эдем раньше времени, пока они не исправили. Они подобие человека восьмикрылые гермофродили. Дальние на пороге порождения, каменные пред Беулой, пред Рогвининные, пред Эдемау и так далее, и так далее, и так далее. Засовы с врат падут, когда могилы мертвецов и сторону. То есть у нас здесь как раз отсылка к ветхозаветной еще идее о восстании во плоти, которая нас, собственно, и приведет к дальнейшему процветанию всего мира, после того, как будет совершен страшный суд над всеми ними. Что еще, если говорить кратко, что происходит в хронологии? Я могу тебя... Прости. Мера? Прости, хотела тебя ненадолго прервать, сделать небольшое... Давай, давай, давай. Я просто увидела, что Алена уже один обросок закончила и перешла к следующему. Ты можешь как-то показать его нам поближе на камеру, первый, что там получилось и как-то рассказать, прокомментировать. Я решила вас просто не отвлекать. Спасибо тебе за тактичность, но все равно очень хочется... Я вижу, но только через камеру. Поверну. Так, это, собственно, я решила запечатлеть, пока что без таких форм можно не пытаться раскрутить там что-то... А можешь положи еще к камере чуть-чуть? Что-то... Вот, да, отлично. Аня, положу сейчас перед собой. Главное, не запачкать. Нет, когда положишь, наоборот, не видно будет. Чуть-чуть... Вот так? Вот так, да. Вот, все. Значит, можно не пытаться рассмотреть что-то материальное, потому что, ну, насколько я вообще для себя отсутствую всю историю, да, Альбион, получается, до того, как он заснул, до того, как начал появляться человек, то есть как такового материального мира я его себе не представляю. То есть, получается, как такового человека не было, как таковой природы не было, то есть мира таким, каким мы его знаем, его не было. Ну, то есть... Он был просто не такой сфокусированный, как сейчас. И поэтому, собственно, я постаралась отыщетлить как раз вот этот момент, который стал апокалиптичным для Блейка, когда Альбион засыпает, высвобождаются еще перед местом его личности, и, собственно, сейчас должно быть что-то нехорошее. То есть, да, это как раз похоже на какую-то уже такую магму, про-про-материю, что-то... больше по абстрактную композицию, то есть, которая просто за счет формы и масс должна наталкивать какие-то определенные ассоциации. И, собственно, вот следующая работа, которую я сейчас начну делать, там уже будут присутствовать человеческие формы, то есть, что-то нам знакомое, возможно, где-то лица, потому что все это немножечко начинает устаканиваться, да, появляется то, что мы называем собой. Вот. Хорошо, спасибо большое. Мы потом обязательно сфотографируем все рисунки и подмонтируем, пока наблюдаем в живом процессе все меняющееся. Спасибо. Прости, Вера, продолжи, пожалуйста. Давай продолжим. Я только за. Спасибо большое. Я только за какие-то идеологические, да, вещи. Значит, я говорю, передо мной всегда сложность, когда я рассказываю про мир Блейка, потому что у меня ощущение, что о нем можно сказать восемь часов, да, и как выбрать из этого самое, как быть кратким и при этом понятным, для меня всегда задача слегка невыполнимая, но я надеюсь, на наше общее вдохновение просто, как и Блейк надеялся в данном случае. Значит, что еще важно, если говорить об измерениях времени, да, то есть, когда это все закончится, когда это все началось, когда закончится, да, Блейк предлагает такую странную штуку, как измерение с помощью небес, вот, то есть небеса, он говорит, что было 27 небес, и эти 27 небес, это и есть отрезки времени, которые проходят, и одновременно эти небеса, ну, то есть я не очень понимаю, как они строятся, по принципу гребешка, да, или по принципу стоят друг над другом, не могу сказать, честно говоря, я не помню, чтобы он это как бы описывал визуально, да, предметно, но эти небеса одновременно являются церквами, как бы не столько церквами, сколько как будто бы центральными персонажами верования, Вот примерно так. То есть изначально это очень грубо, да, то есть мы помним, что Демиург по Блейку не является добродетельным, поскольку он строит материальное, материальное – это, ну, это неправильно, разделение, вернее, на материальное и духовное – это неправильно, да, и в самом начале он ставит эти тяжёлые имена, да, то есть у него там где-то идёт, и сейчас я точно не помню, где-то седьмым у него, по-моему, идёт сатана, как один из, в общем, главных, ну, князь мира всего, условно говоря, да, но где-то у него, в самом начале Адам, в самом начале, вернее, где-то близко к началу Адам, значит, и в конце у него один из последних – это Лютер, вот, очень интересно, то есть он рассказывает, и Иисус, конечно, тоже там есть, да, то есть он рассказывает как будто бы о эволюции некоторой духовной человека, да, в виде его религии, которая позволяет ему становиться всё лучше, 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 и всё-таки как-то приближаться к его благословенному окончанию, да, всей этой истории, вот, Нет, нет, я слушаю, представляю, да, определённые какие-то, ну, условно, небесные часы, которые определяют время, и в то же время, через какие-то вехи сменяемости, там, каких-то религиозных мировоззрений, и в то же время какое-то совершенствование, условное совершенствование человека на пути к Христу, ну, какие-то вот такие вот наслаивающиеся, накладывающиеся образы, временные, пространственные, личностные, безумно интересно. Очень интересно. Я продолжаю восхищаться. Вот, и далее, что он делает ещё интересно, поскольку он строит, как бы, историю всего человечества, да, он не пытается разделить человечество на, там, скажем, культурные типы, как это делал Данилевский, да, то есть для него эта вся история очень едина, да, ну, как для многих, там, не знаю, такой колониальный отчасти подход, да, романтический колониальный, то есть он строит общую концепцию для всех, вот. Вот, и он считает, в частности, что друиды, да, которые были в Англии, о которых он что-то знал, да, но он, по крайней мере, писал, что у них были человеческие жертвоприношения, я не знаю, откуда у него были такие, такая информация, но я думаю, что это такая была штука, которая была распространена просто, как бы, в христианской истории Англии, да. Это простое объяснение, почему друиды плохие, потому что они приносили в жертву людей. Насколько я знаю, это не было, там, супер документально подтверждено, но, допустим, вот. И Блейк говорил о том, поскольку он создавил единую систему, да, что Авраам как раз был друидом, потому что он пытался принести своего сына Исаака в жертву, да, то есть это всё довольно логично по Блейку, да, погружаться в его логику, то есть это такой уровень не очень далёкий развития человечества и развития религии, да, то есть взаимодействие так или иначе с Творцом, ну, каким-то богом, демиургом, там, не суть важно, управляющим нами, да, которая предполагает послушание, да, и предполагает довольно жестокие жертвы. Вот смысл в этом, то есть для того, чтобы доказать своё послушание, мы должны жертвовать тем, что нам дорого. Вот, и для Блейк в этом смысле уравнивает Авраама, да, и друидов, о которых, в общем, не очень много знает, но, тем не менее, он как-то вот выстраивает эту общую систему. И принципиальной, конечно, становится история с приходом Иисуса, да, который с какого-то момента начинает помогать Лосу творить его дело, то есть освобождать человечество духовно для того, чтобы в конце, в общем, все воссоединились в большой радости. Вот, это если говорить про хронологию. Если же говорить немножко подробнее про персонажей, да, которые там присутствуют, ну, мы уже поняли, да, что там есть самые главные, значит, Альбион, четыре его субличности, условно говоря, да, Титаны Блейковской мифологии, мы вот видели их изображёнными, они у них все такие довольно мощные, ребята довольно обнажённые, вот, только Уризин, ну, потому что он ассоциируется с Иеговой или Яхлой, он такой бородатенький у нас, да, но при этом тоже довольно мощный. Вот, и, кроме того, существует два важных женских персонажа. Во-первых, это персонаж, которую зовут Иерусалим. В ветхозаветной традиции Блейк понимает город как женщину. В иврите, насколько я знаю, город женского рода, и, в частности, поэтому у нас появляется блудница Вавилонская в Откровении, да, потому что это город-блудница, а Иерусалим, напротив, это город-невеста, да, то есть такой прекрасный женственный образ, который там ждёт своего возлюбленного Господа, небесный Иерусалим и так далее, и так далее. Вот, и у Блейка Иерусалим оказывается... Перебью тебя сразу, это как-то связано, и связано ли? Я помню, что тоже у тебя слышала, что к городам у Блейка тоже было такое негативное отношение, как тоже по рождению и материального, и технического, и рационального, и условно порабощающего человека, да. Связано ли это как-то вот с девушкой, невестой Христа Иерусалима, или это какой-то особенный город, который вот всеми теми негативными чертами уже не обладает? Нет, я думаю, что как раз плохие города у Блейка, он был действительно одним из таких певцов отрицательного урбанизма, одним из первых, кто изобразил город таким образом на самом деле. Я думаю, что города такими существуют точно так же, как колёса, помнишь, колёса сатаны, мельницы колёса сатаны на падшем уровне, то есть город плохой, если мы все плохие, условно говоря, да, то есть бывают и хорошие города, и Иерусалим, и вот эта Голгануза, о которой я читала, да, Голгануза, творческий город, это тоже, в общем, как бы вариант хорошего города, да, где люди все, по понятиям живут все правильно, и вот эта Иерусалим, в общем, от неё отказывается, от неё, да, от женщины, для нас немножко непривычно, но у Блейка Иерусалим это женщина, от неё, от эманации отказывается Альбион в своём этом смертном сне, в общем, он её как-то изгоняет, я не очень понимаю, как это происходит, он вроде как совсем спит, да, но в то же время он как будто бы разговаривает, может быть, это происходит вот тоже в его сознании, мне, может быть, надо перечитать все поэмы Блейка сейчас, чтобы это воссоздать себе на точном уровне, вот, но её место занимает другая, другой персонаж, она тоже эманация одного из более младших титанов, её зовут Вала, и для Блейка это очень важный образ, вот если говорить о, как бы, динамике и значении женского, да, гендерных каких-то вещах у Блейка, значит, ну, кроме того, что и мужчине нравится, да, что есть мужчина и женщина, по большому счёту, то есть это не совсем правильно, ничего плохого там нет, ну, лучше бы так не было, вот, кроме того, эта Вала, она олицетворяет собой, как бы, в плохом смысле порождение падшей женской, то есть она изображена у Блейка как очень красивая женщина, очаровывающая Альбиона своей красотой, и у неё есть такое там понятие, значит, вуаль этой Валы или природы, да, Вала, по сути, это природа, природа, которая соблазняет человека для того, чтобы он очаровывался, опять же, материальным, вот, то есть если человеку, если человек привязан к тому, что он видит вокруг, да, там, я не знаю, я страшно люблю деревья, там, листочки и цветочки, да, я люблю кошечек и собачек, то я меньше говорю о том, куда должна расти моя душа, вот, Блейк, потому что он большой спиритуалист, то есть когда говорят, что он там, я не знаю, сторонник свободной любви и чего-то ещё, это очень сильное упрощение, ну, в том смысле, что он нарушает все контролы, да, что он там идёт против, не знаю, церкви и так далее, и так далее, вот, против церкви возможно, да, но христианство у него, несомненно, снова вообще того, что он делает, так вот, эта Вала, да, она набрасывает на мир свой прекрасный покров, для меня это какая-то абсолютная параллель к покрывалу майя, потому что называется покрывало майя в индуистской мифологии, потому что это та же самая, как бы, прелесть внешнего вещного мира, мира, которая нас отвлекает от внутреннего, от настоящего, вот, то есть для меня это какой-то очень экономический образ, я понимаю, опять же, что Блейк напрямую не был связан с индуистской традицией, я не знаю, по крайней мере, об этом ничего, да, тогда, конечно, Индия уже была колония Англии, но Блейк-то никуда особо не выезжал, я так понимаю, что там какого-то большого контакта не было налажено культурного к тому времени, но вот эта Вала, да, она становится как бы порождением дальнейшей материализации всего, то есть такая вот в плохом смысле женственная красота и материальность, да, которая отвлекает нас от настоящего чего-то, вот, то есть Блейк отдает женщине функцию соблазнения, вот, женщине и материи отдает функцию соблазнения, да, то есть про мужчин не говорится, что они особенно красивы, да, вот женщина в этом смысле тоже, как бы, можно, может быть, тут увидеть какой-то параллель, скажем, к соблазнительной роли Евы, да, он об этом не говорит, у него там Ева чуть по-другому, у него выведены все библейские персонажи на своих уровнях, да, то есть они там все, ну, большая часть Ветхого Завета там вся представлена, вот, но вот этот образ Валы, которая потом должна быть как бы низвергнута, да, и которую потом должна заместить духовная Иерусалим, это очень интересный образ, который потом Блейку приносил много упреков от феминисток, от феминистской критики, там, начиная с 960-х годов, то есть когда у Блейка есть там понятие рушающей женственности, да, или страшной женской воли, которая там, ну, может поработить, да, творца, например, он там лоса, который пытается спасти весь этот мир, да, понятно, что как бы феминистки не были довольны этим образом и совсем он им не нравился, но если брать по частностям, конечно, у него там много, как бы, он вообще за свободу, да, за свободу в принципе женщин, и если говорить о каких-то ошибочных трактовках, да, о том, чего, мне кажется, важно избегать, когда мы говорим о Блейке, мне кажется, очень важно всегда помнить, что у него, его история – это иносказание, вот, потому что, когда, например, говорят, там, брагосочетание рая и ада, это он про то, что дьяволы молодцы, да, мне всегда хочется кричать, говорю, ну, не про это, у него просто такая аллегория, он пытается нам сказать, что не надо быть фарисеями, у него фарисеи в виде ангелов, да, в виде дьяволов, у него просто творческие люди, ну, это же каждому не докажешь, и тут то же самое, то есть дело не в том, что Вала – это женщина. Да-да-да, как раз хочется вернуть к этому, что и женское, и мужское – это, в принципе, произошедшее какое-то недоразумение вследствие грехопадения, что и то, и другое, и те, и другие, собственно, последствия до момента грехопадения – это было единое, вот эта неразделенность, неразделенность мира, которую он понимает как правильное, ну, райское условно, там, божественное состояние, да, то есть состояние, ну, до большого взрыва, до того, как там вся вселенная была создана, а то есть здесь нет, как раз из этого не исходит вывод, что отдельное, что женское – это негативное, да, то есть всё время возвращаешься к его изначальному плану, да, потому что это есть неразделенность. Вот. Далее, если вернуться всё-таки к космологии, да, к тому, как построен мир, за границами вот этой скорлупы, которая отделяет человека от прекрасной бесконечной реальности, да, будь это скорлупа просто нашего тела, да, или скорлупа небесная, о том, а об этом он тоже говорит, да, мунданшелл. Извините, у меня собака лает, не мешает, я решила поучаствовать в нашей беседе. Окей. Значит, находятся божественные силы, он говорит, божественные начала, я сейчас точно не помню, но, в общем, есть некие божественные, да, которые за человечеством дают снаружи, вот, но они не могут прорваться к человечеству, чтобы ему непосредственно помочь. Можно вопрос, вот они, то есть до, до этой раковины, до вот этого, этой скорлупы находятся, да, которую поставил Уризен, который боялся вечности, да, я правильно понимаю, они где-то там? Да, они снаружи, они снаружи, да, вот, и они, ну, то есть для Блейка это какое-то воплощение тоже божественности в чистом виде, каких-то ангелов там, не суть важна, да, ну, какой-то чистой такой искренней творческой силы духовной, но, и они могли бы по ним помочь человечеству, но если человечество будет готово их увидеть, в общем, пока человечество закрыто, да, оно не готово их увидеть, ну, я понимаю, что опять мы выходим на такую скользкую почву коучинга, представьте себе, что у вас есть деньги, у вас появятся деньги, и вот это все. Блейк был гораздо раньше, он открывал эти вещи самостоятельно, да, и он действительно говорит о том, что, как бы, мы в каком-то смысле, мы сами себе, как сказать, мы сами себе Христос каждый, да, то есть если ты готов к собственному спасению, в какой-то момент он это проговаривает, то в любой момент ты можешь устроить себе тот страшный суд, после которого ты будешь жить истинной жизнью. Вот, то есть с одной стороны, то есть эта история, конечно, она как бы пытается быть укорененной в истории географии, да, а с другой стороны, понятно, что она все время так сбоит и троит немножко, когда она выходит на уровень личной психологии, да, потому что если мы сами можем этим всем управлять, да, то тогда к чему вся эта история, да, мы должны просто напрямую выйти к правильности. Но Блейк говорит о том, что это не так просто и пытается нам объяснить, почему это все. У него есть там несколько, много, вернее, сюжетов, да, что там происходит с этими персонажами, что там, какие у них есть конфликты, кто на что обижается. Он вписывает в свою эту мифологию, подобно Данте, между прочим, не только мифологических и исторических героев, да, но и там героев из Библии, понятно, но и каких-то литературных, то есть у него, например, есть поэма «Мильтон», где он описывает, каким образом поэт Мильтон, освобождаясь от власти своих женских шести эманаций, у него было три дочери и три жены, и он как-то пишет, что это его шесть женских эманаций, да, вот, как он, значит, идет, он никак не может попасть, как бы, после смерти там, ну, условно, куда нужно, да, то есть как-то освободиться, и он попадает в качестве самого Блейка, и потом дальше вместе с ним пророчествует. Вот в смысле, в смысле видит себя наследником Мильтона в какой-то мере. Вот, это на Данте, хотя не очень похоже, в том смысле, что Данте нам построил очень ровную систему, описав ее сверху донизу, да, прямо, вот, Блейк гораздо более непоследовательный, в общем-то, он как будто рассказывает свою историю изнутри, да, то есть для того, чтобы его воссоздать, нужно много работы произвести, вот, но что-то подобное делает. Ты хотела что-то сказать? Нет, я параллельно слушаю тебя и думаю о реальных персонажах, да, о реально существующих людей, там, мифологических, выморочных, но все время возвращаясь к мысли вот к этой скорлупе, к этому яйцу, мне все, то есть изначально, когда я слушала тебя и читала, мне представлялось, что все-таки вот эта преграда от вечности, она как будто бы соотносится, опять же, с нашим рацио, с рациональностью, и я думала, параллели проводила все время с тем же Лавкрафтом, у которого очень любят цитировать один момент, что мы все ограничены вот нашими представлениями научными, и не дай бог нам когда-то их преодолеть и увидеть то, что мир таким, какой он есть, мир такой, какой у нас в деле, и, ну, условное какое-то сумасшествие нам обеспечено, если мы вдруг этих древних увидим, если они явятся нам такими, какие они есть на самом деле, вот, то есть нечто такое пугающее, но это тоже вот эта древняя же история, да, Зевс, которого его возлюбленная попросила явиться не в каком-то человеческом изображении, а именно в своем божественном, и сгорела смело, да, по-моему, была? Да, смело, смело, мама Диониса. Вот, да, то есть вот эта линия, она чуть-чуть вырисовывала здесь вот в связи с этим ограждением, урезанным нас от некой вечности, но, опять же, вот та линия, про которую ты говоришь, тоже не менее интересна про существование неких там сущностей, которые мы можем, если захотим, прийти, пробиться, и, ну, то есть потрясающе какое-то, опять же, многосложное переплетение каких-то и сюжетов, и отсылок, и представлений. Здорово. Спасибо. Спасибо. Мне кажется, важным, если говорить еще, знаешь, о судьбе Блейка, что он был очень сильно не понят в свое время, да, вначале я об этом говорила, и при этом в основном читали-то его произведения небольшие, в которых он всю эту мифологию глобальную, громадную, он высказывал совсем, ну, маленькими частями, по большому счету, да, то есть когда вы читаете того же Агнца или Тигра, да, классически считается, что это вообще детские стихи, да, там не слишком хорошо просвечивает все то, о чем я говорю, хотя он строил свою мифологию, в принципе, в течение всей жизни, то есть можно говорить о том, что его разные поэмы, это три большие поэмы, значит, Мильтон и Русалим, мало, которое недописано осталось, вот, и 12 малых поэм, и еще куча лирики, да, что они все, в общем, имеют отношение к одному мифу. Он строит мономиф, да, он немножко меняется, какие-то идеи, возможно, у него, да, где-то они варьируются, как в любой нормальной мифологии, вот, но, тем не менее, он строит этот мономиф, и я вообще глубоко благодарна реальности за то, что что-то сохранилось от него, потому что его открыли там буквально через, через, наверное, лет 60 перечитали после того, как он был похоронен на кладбище в могиле для бедных, там до сих пор не точно известно, где он лежит, но вроде как нашли и вроде как переставили это надгробие, но это спустя сколько-сколько лет, да, то есть его похоронили за общественные деньги, то есть не было даже денег на личное надгробие, вот, и для меня большое чудо, что вообще сохранилось то, что он написал, по большому счету, потому что после смерти его и его жены, которая вскоре после него ушла, у них не было детей, перешло его наследие к Фредерику Таттему, который был известен тем, что там было много верующих людей в то время по-разному, да, он был таких британских взглядов, и считается, что он уничтожил большую часть наследия Блейка, потому что там были неприличные картинки, неприличные тексты, может быть что-то еще там богохульственное, я не знаю что, но большая часть считается наследие Блейка уничтоженное им, вот, и то, что до нас вообще что-то дошло и что-то сохранилось, это, мне кажется, какой-то подарок судьбы и намек нам на то, что у нас все-таки есть какие-то опоры для того, чтобы прорваться через земную скорлупу. Можно же нам кто-то об этом рассказать? Что-то все это ужасно актуально с уничтожением наследия, да, всяким сжиганием книг. Слушай, еще можно такой вопрос? Ты, сейчас, извини минуточку, Алена, не готова еще второй эскиз показать нам? Почти, может быть мы переключимся немножко на то, что ты зарисовала, а потом чуть-чуть продолжим дополнительные вопросы. Расскажешь? Давайте. Давай. Так, ну, в целом у нас появляется человек на изображении, да, еще не до конца, сейчас осталось совсем чуть-чуть. Собственно, и здесь, и на первом изображении, и еще на одном изображении, которое, я думаю, мы покажем в конце, которое я делала во время подготовки. То есть все это вписывается как раз в концепт яйца, который у нас тут очень конфигурирует сегодня. То есть в целом почти у всех фигур и на абстрактной первой композиции, да, и на последующих двух, на них сюжет заключен в лицо. И вот это именно тот момент создание человека, когда он еще не полностью устаётся, мир уже не полностью создан, а вот он только-только начинает появляться человек. И я думаю, что даже свет в данном случае, то есть это приглушенный, теплый, коричневый и темный-коричневый, да, в плане темный и светлый-коричневый, они как бы дают ощущение вот этой сухости, то есть заключение человека в какие-то рамки, когда он перестаёт видеть мир настоящим, да, и, ну, обрекается на вот это наше земное физическое влачение существования, когда он не может видеть мир полностью. И, ну, мне кажется, как будто органы чувств какие-то отличаются, так вот, если бы я не могла попить, но хотела бы попить, да. Или еще не созданный, или еще как бы. Да, 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 здорово. А почему ты говоришь, что надо первый твой набросок в конце показать? Это как-то логически он будет к завершению ближе, или может быть? Нет, в целом мы можем и сейчас, мы его посмотрим. Покажи, пожалуйста, да. Сейчас мы можем его посмотреть. Вы просто его немножко пропустили, пока настраивались, пока звук и свет тут поставили. Давайте тогда, я их сейчас положу сразу же. Давай, давай. Да, то есть вот у нас сначала... Тут есть фляксы такие, они обозначают вот как раз четыре этих его субличностей. Вот, дальше у нас вот одна из субличных, не ласкетов, извлечением женщины из мужчины. Сейчас. Я даже подвину поближе. Вот, извлечение женщины из мужчины. Но я думаю, что мы потом ставим фотографии в хорошем качестве, потому что на камере, конечно... А хочется сейчас уже. Ну, на камере, конечно, страшненько. Ну, ладно, в общем, да. Вот, и опять же форма яйца вокруг них. Из извлечения одной из субличностей, я забыла её имя, как-то его, но не Уриона. Не помнишь ли я? Курезин. Курезин. Нет, тот, который излёг женщину из мужчины. Это который вот в этом прекрасном граде художников. Прелос. Прелос. Прелос, наверное, да? Вот, это вот как раз флякса, это он. Абстракт. Так, вернёмся к самому первому. Логически, вот он первый, да? Вот, это как раз Эльбион. И тут тоже можно увидеть фляксы. Очень плохо видно. Ещё загнулся пока листок. Но я думаю, что мы всё отфотографируем, будет симпатично. Тут тоже есть фляксы, которые также обозначают субличности. И вот тут как раз-таки мне осталось поставить фляксу, которая занимается тем, что, собственно, создаёт человека. То есть, получается, у него пока ещё нет ни рта, ни глаз. Как раз вот это до того момента, когда они начинают открываться, когда ноздри у него появляются. И он как бы, он уже человек, он уже в этом нуждается. Но при этом он уже, да, он уже в этом нуждается, но также он уже не видит мира настоящего. То есть, вот это как раз тот момент, когда он в лице, и получается вот это максимальное его страдание, когда он как бы ещё не может удовлетворить себя физически, как человека, увидеть что-то, почувствовать что-то. Но он и уже не чувствует этого мира, который реально и настоящий. Вот. Потрясающе. Спасибо. Ну, интересно, интересно, да. Мне кажется, у Блэки была депрессия. В разные периоды всё может быть. У него всю жизнь была депрессия, по-моему. Ты ещё что-то хочешь, да? Ещё один опросок сделать? Ну, так, а мы сейчас уже заканчиваем? Нет, я ещё несколько вопросов хотела Вере задать, но просто мы можем вот последний, если вдруг ты не успеешь, потом сфоткать и приложить его. Нет, я думаю, что я тогда поучаствую в диалоге. Давай, давай. Ну, да, хорошо. Я отвлекаюсь и понимаю какую-то важную часть диалога. Потом не могу понять, что было. Я просто хочу вернуться как раз вот к этому твоему проекту, где у тебя вот две лекции, Вера, о Данте, да? Ну, то есть там более-менее понятно, как структурируется мир Данте и достаточно много там иллюстраций и даже мемов, как там мама помогает сыну-школьнику сделать аппликации разных уровней дантовского ада. Вот, есть уже какой-то анализ, связанный с Блэйком. И очень интересно, ты немножечко упомянула вскользь о том, что хотелось бы сделать продолжение. Я-то всеми руками тебя буду умолять и просить, чтобы ты продолжила. Но какие ещё, может быть, авторы действительно могли бы вот в этой логике разбираться, присутствовать? Скажи, пожалуйста, что-то ещё, какие ещё параллели? Спасибо тебе за вопрос. На самом деле, проект, который был начат очень живо, он немножко замер, потому что я как-то, я не очень, наверное, поняла формат в какой-то момент. Вот, и у меня был проект, как бы идея проекта заключалась в том, что я искала мифотворцев, да? Тех, кто создаёт авторские мифологические миры. Обычно в английском, кстати говоря, литературовидении, есть для этого даже термин мифопоэя. Вот, и обычно считается, что мифопоэя восходит к Блейку как раз-таки. Но мне показалось, что Дант это тоже довольно логичен, потому что у него тоже довольно авторская мифология, да? Мы знаем, что он всё-таки не на чём-то основывался там целиком, да? Много чего он сочетал. Я планировала следующим взять, и, может быть, возьму, раз ты говоришь, что это нужно, я подумаю. Я думала взять Лорла Дантани. Это такой интересный фэнтезист, который у нас практически неизвестен. Эдвард Планкетт, он же. Вот, и он стал, как бы, родоначальником различных фэнтезийных течений. Например, так, скажем, его читали и Толкин, его читали и Лавкрафт, его читали там многие-многие другие, да? Но он у нас почему-то, ну, не очень сильно известен, да? То есть он в этой парадигме как-то не выстраивается. Очень любопытный автор, который тоже поставил себе целью авторскую мифологию создать. То есть у него есть авторский пантеон, например, «Боги пеганы». Я разбирала это немножко со студентами. Он очень любопытно по, как бы, материалам классических мифологий строит и свою мифологию, да? Я думала, конечно, взять Лавкрафта. Без него никак не обойтись. Он абсолютно культовый автор, да? Много чего застрел тоже, много чего давший пример. Ну и, в принципе, сюда можно брать любого фэнтези-автора. Вообще-то, то есть я думала, конечно, и про Толкина, который, кроме очевидных вещей, тоже у него есть много любопытного, да? Что, может быть, сразу попадает в объектив нашего внимания. Я думала про Роулинг, я думала про Мартина, да? Ну это из самого очевидного. А кроме того, мне кажется, что можно вычленить еще бы законы построения мира у таких не очень очевидных авторов, как, например, Кавка, да? С его, на мой взгляд, ориентацией на Ветхий Завет довольно сильной. Вот. Как Туви Янсон с ее митровлями. Вот. Понятно, что это кажется немножко смешным и детским. Но я как-то встретила фразу, очень мне понравилась там в одной антологии, не фразу, вернее, а статью по поводу того, что Туви Янсон показывает нам в своем мире мумитроллей рай до грехопадения. Вот. И об этом ужасно любопытно подумать, потому что там действительно же нет концепции вины, по большому счету, да? Там действительно нет концепции изначальной греховности. Все изначально благо, да? И это какая-то такая довольно дерзкая идея. Ну это так просто некоторые наброски, которые у меня есть в голове. Я собиралась, конечно, поговорить про Кастанеду, вот, который мне тоже кажется каким-то важным и застраивающим автором на самом деле. Вот. Ну и еще несколько было набросков. Посмотрим. Я просто поняла в какой-то момент, что это же не просто разговор, это большая подготовка. И поскольку я стала много преподавать, я поняла, что важна визуальная составляющая. Мне показалось, что нам нужны какие-то серьезные, сложные презентации. Тут я опустила руки и сказала, все, спасибо, больше не могу. Но когда ты мне написала на счет моей лекции, меня это на самом деле очень вдохновило. Мне показалось, что раз люди это действительно слушают, и это интересно, может быть, имеет смысл как-то продолжить. Да, конечно, конечно, интересно. Вот даже ты сейчас говоришь. Я не знала, что ты думала об одном из авторов, как о Кавке. У меня, ну, не то чтобы похожая, но где-то рядышком гуляющая мысль была как раз у спектакля. Но я там к пространству, опять же, через вот этих персонажей, через трех его персонажей. Это Горбатый человечек, потом вот тот же Адрадек и вот тот, кого нельзя называть со сложным именем Румпель, Шти, ну и дальше, дальше, дальше вот это несложно поговорить. Ты умеешь это выговорить? Он Румпель, Штицын? Да, да, да. Я много раз примеровала. После того, как я со студентами прохожу свифтовских гуингмов, мало что страшно. Я так, опять же, думала, как вот эти пространственные миры и через персонажей выстроить тоже можно было бы у Кавки. Ну и Лавкоров, конечно. И прямо потрясающе, когда узнаешь. У меня-то все знаешь немножечко так отрывочно, и какие-то сведения, а зная, как ты погружаешься в тему, ну, как академические исследователи, можешь все достоверно представить, это вызывает радость и восхищение, и желание услышать, конечно, дальнейшие твои лекции. Поэтому не бросай, пожалуйста. Спасибо огромное. Спасибо, это правда важно услышать. Спасибо. Аленушка, ты как там? Дорисовала что-то? Ты обещала подключиться к беседе и продолжаешь рисовать. Что ты хочешь? Я выключила. Я не знаю, что ты делала. Вы начали говорить, я вспомнила о том, что мне надо было доставить еще этот лекций. Я была занята геем. Собственно, я тоже хочу сказать, что я узнала о вашем канале. Все. Я тоже буду смотреть, пытаться понять. Пока, конечно, невиноваты для меня некоторые моменты. Но, как я уже сказала, главное, так сказать, упорство. Один раз не получилось, можно послушать второй раз. Вот во всяком случае, вот эта вселенная по Вильяму Блейку меня заинтересовала. Потому что, во-первых, он был художником. Это меня привлекло больше всего изначально, когда я узнала, о чем будет, собственно, на сегодняшнюю встречу. Потому что всегда интересно про человека и своего цеха посмотреть, послушать. Ладно, тут он, оказывается, еще и такое придумал. Парень молодец. Там зря времени не терял. Класс. Это да. Я хочу Алену поблагодарить, потому что мне тоже очень важно, когда какой-то автор становится источником взаимодействия, объектом взаимодействия. Мне показалось, что очень важно и интересно то, что вы рисовали. То есть для меня, как для человека, который работает как популяризатор, по большому счету, я вижу свою функцию как посредника. Для меня важно, когда я могу что-то нести важное. И когда я вижу ваши рисунки и слышу ваши объяснения, я понимаю, что вступаете в творческий диалог. Для меня это прям невыносимо ценно. Спасибо, что вы это все устроили. Здорово. Да, еще бы как-нибудь нам продвинуться и дальше вернуться к твоей театровической эманации и придумать еще по Блэйку какую-то прекрасную, я не знаю, перформу, спектакль. То есть какую-то театральную форму, потому что здесь, конечно, тоже можно разбежаться. То есть как только подумаешь, какие это могли бы быть визуальные образы персонажа. То есть пространственные решения дух захватывает. Вот, поэтому давай помечтаем. В электротеатре Станиславский же поставлена была опера по Блэйку и Достоевскому одновременно. Прекрасное абсолютно произведение, но у меня ощущение, что оно дико закрытое просто. То есть там идет одновременно текст на русском и английском. И одновременно текст Блэйка, там книга Тель берется, поэма, перебивается, ну вернее, сочетается с текстом Достоевского «Признание Ставрогина Тихону». И это все, это ужасно интересно. Мне кажется, что это только для тех, кто погружен в оба контекста. Мне кажется, это просто для тех, кто не погружен, не сработает. Да, да, да. Хочется сначала с одним разобраться, потом с другим разобраться. То есть мне, конечно, было бы как раз в Блэйка больше погрузиться. То есть про Достоевского, Ставрогина все вроде бы уже понятно, да, и тут какие-то параллели провести. Ну это я опять же, конечно, задираю нос и строю из себя какого-то знатока. На самом деле, конечно, нет. Но действительно хотелось бы как раз больше к Блэйку и его мирам обратиться. Все, мы, кажется, уже вообще заболтались, заговорились, из запланированных часа полутора немножечко выбежали. Хотя действительно, ты права, здесь можно по восемь часов говорить об этом авторе. Вот, спасибо огромное. Прямо очень-очень рада тому, что все получилось. Спасибо огромное, Никитушка, за то, что мы смогли поговорить. Спасибо. У нас хорошая связь. Аленушка, все, я надеюсь, мы будем продолжать с тобой делать какие-то веселые, чудесные вещи. Ну все, забудьте, буду вам дальше портить столы. Вот я тут от чего устроила. Хорошо. Спасибо. Спасибо большое. Будем обращаться и, ну, надеюсь, еще как-нибудь увидимся. У нас будет, думаю, много поводов и интересных авторов, к которым можно обратиться. Спасибо. До свидания. Пока. 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 АЛЬ placement. СПОКРАТИОН Bite.